Здравствуйте всех! Приветствую на своем канале! Сегодня 16 ноября, на улице солнце светит, но не греет. Я решил снять ролик на тему, как подсадить матку одной породы к пчелам другой. Мне часто задавали этот вопрос, как это сделать. Допустим, есть пчелы агрессивные, которые не принимают маток чужой породы. На примере я скажу, на людях я не буду примеры приводить, приведем пример на стае волков. Вот скажем, в стае волков погибла волчица, застрелили ее охотники, остались одни волки, одни самцы. Вы попробуйте в эту стаю подсадить, скажем, самку овчарки восточноевропейской. Примут они ее или нет? Конечно, нет. Скорее всего, они ее сразу убьют. Значит, есть способы, чтобы подсадить, допустим, эту овчарку, нужно сначала, чтобы она выросла с волчатами, чтобы они ее воспринимали как свою, как мать. Потом, когда они подрастут, вот вместе с ними можно будет подсадить ее в стаю к волкам. Ну, к примеру, может быть, это не совсем уместный пример, я не специалист по волкам, но примерно, вы меня поняли. То же самое происходит и с пчелами. Для пчел, скажем, среднерусской породы, матка, ну, карники, к примеру, она является такой же чужеродной, то есть, похожа на них, но она чужая, как для волков собака. То же самое и здесь. Значит, есть способы подсадить. Я перепробовал много способов, я водил много пород, менял эти породы. И сейчас я расскажу стопроцентный способ, как сделать, как подсадить матку, скажем, ну, опять возьмем, к примеру, карники, к пчелам по местной породы, или условно назовем ее среднерусской породы, чтобы они ее приняли. Путем долгих проб и ошибок я добился результата. Значит, я пытался сначала делать как бы это насильно, отбирал матку у поместных пчел, когда срывал маточники, если они отстраивали маточники, когда уже не оставалось открытого расплода и маточников. После этого я подсаживал матку в клеточке, держал ее в закрытой клеточке сутки там и больше. После этого выпускал, они ее принимали, они вынуждены были ее принимать, потому что им от природы нужно продолжение рода. Другой матки нет, маточников нет, личинок нет, они ее принимали. Как только она начинала сеять, они тут же на этом засеве отстраивали новые маточники, чтобы вывести уже свою матку из этого засева, а эту матку убивали. Вот такие вот были случаи. Ну, в общем, перепробовал я много способов, и сейчас я расскажу вот этот один из самых надежных способов, где матку принимают почти на 100%. Итак, берем нуклеус. Берем нуклеус и собираем его, делаем в нем отводок. Отводок делаем из рамок с расплодом на выходе, то есть запечатанный расплод, из которого начинает выходить пчела, начинают прогрызать крышечки и начинают выходить молодые пчелы. Также там есть немного уже вышедших молодых пчел. Ну и летная пчела, чтобы она отсеялась, после того, как мы собираем этот отводок, мы уносим его в сторону, вся летная пчела слетает с него и возвращается в свой улей, в тот улей, из которого мы взяли этот отводок. Что получается? У них нет ни открытого расплода, у них нет ни летной пчелы, ни матки, ничего нет. Молодая пчела, она еще как ребенок, которого можно перевоспитать, приучить к любым условиям, к любым людям. Все, значит, вот мы как бы лепим из этой молодой пчелы то, что нам нужно, как мы ее сформируем, с какой маткой. Ту матку она и будет считать своей, ту породу и будет считать своей. Итак, после того, когда слетела летная пчела, вышла оттуда часть молодой пчелы из ячеек нелетной, мы после этого туда подставляем матку. Матку берем в клеточке, в закрытой клеточке сначала. Кладем наверх эту клеточку с маткой и ждем, ну, сутки, чтобы и матка пропиталась, и пчелы пропитались этим запахом, чтобы они к ней привыкли. И поскольку они другой матки не видели, они принимают ее за свою. Через сутки мы ее выпускаем. Выпускаем, все, они ее принимают. Вот этот отводочек с молодой пчелой нелетной ее принимает. Она, если матка плодная, начинает сеять. Если не плодная, значит, проходит время, она делает облет, облетывается струтнями и становится плодной. После этого она начинает сеять, начинает червить. Эти молодые пчелки уже ухаживают за этим расплодом, ухаживают за этой маткой. Они подрастают, они меняют свои рабочие функции, становятся няньками, становятся рабочими пчелами, становятся летными пчелами. Все. Теперь мы берем тот улей со злой пчелой. Ну, назовем ее условно среднерусское. Кладем, убираем оттуда матку, кладем наверх газету и ножом делаем несколько надрезов в этой газете. Наверх на этот улей мы ставим пустой корпус. И вот в этот пустой корпус мы уже из этого нуклеуса пересаживаем тот отводок с маткой и со всеми пчелами. Добавляем туда нужное количество рамок, скажем, с медом и с пиргой. Все. Что происходит? Через эти небольшие прорези в газете начинает проходить запах. Он перемешивается из нижнего корпуса со злыми пчелами в верхнем корпусе. В общем, весь этот запах смешивается. Те пчелы, которые злые, находятся в нижнем корпусе, они слышат и чуют эту матку. Постепенно запах смешивается. Они начинают грызть эту газету. Те пчелы, которые молодые жили уже в нуклеусе с этой маткой, они уже ее охраняют. Они охраняют и ее, и расплод, и ухаживают за ней. И они ее уже не дадут в обиду. Эти пчелы из нижнего корпуса злые. Они вынуждены смириться. Они принимают всех этих пчел уже за своих, поскольку запах общий. И поскольку эти пчелы в верхнем корпусе ухаживают за маткой и защищают ее, они воспринимают, пчелы из нижнего корпуса, воспринимают это как должное. Все. Семья объединена с этим отводком. Матка принята. Матка теперь своя. У нее есть заступники. У нее есть своя охрана. У нее есть пчелы, которые за ней ухаживают. Она сеет. Пчелы начинают из нижнего корпуса ухаживать за расплодом. Газету, которую изгрызли, мы выбрасываем, потому что это мусор. Она не нужна. Все. Семья объединена. Пройдет всего полтора-два месяца, пчела поменяется полностью на ту породу, которую сеет матка. То есть, пчелы летом, они живут недолго. Ну, месяц может быть, плюс-минус. Вся эта пчела злая, она постепенно вымрет. Она постепенно сменится на новую пчелу, на карнику. И уже где-то к августу месяцу у вас фактически не останется от тех пчел, от злых, следа. У вас будет порода карника. Ну, вот как-то так. Спасибо за внимание.